Всего в 30 верстах от Петербурга расположен дворцово-парковый ансамбль. В нем воплощены замыслы сразу нескольких поколений российских императоров. В своей парадной загородной резиденции русские монархи собрали целое созвездие выдающихся зодчих, скульпторов и живописцев, создавших здесь более ста архитектурных сооружений. Это и величественные дворцы, и интимные павильоны, ажурные мосты и мраморные монументы. Мастера населили резиденцию экзотическими памятниками, исполненными в подражание готической, турецкой, китайской архитектуре. Композиционным центром Царскосельского музея является Екатерининский дворец. Он строился и перестраивался почти 40 лет, и сегодня поражает сложными формами и архитектурным ритмом зданий, сказочным богатством внешний и внутренний отдел, обилием золота, резьбы, драгоценностей. Венциносные особы обустраивали Царскосельское село основательно, на века. Одним из лучших образцов мировой архитектуры эпохи классицизма признан и Александровский дворец, построенный по распоряжению императрицы Екатерины II к браксочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Палча, будущего императора Александра I и великой княжны Елизаветы Алексеевны. Царское село создавалось как колыбель наследников Российского престола, как центр всемирной истории и культуры. Это удивительное место любили все российские поэты, и по сей день здесь черпают вдохновение все, кого наделил Бог творческим даром.